Вопросам организации территориальной обороны была посвящена и внеочередная сессия был Совета. Депутаты приняли решение передать на нужды терробороны три здания. На канатные 33, канатные 25, а также одно в Подольском районе. Также народные избранники выделили на решение вопросов защиты 10 миллионов гривен. Депутаты рассказывают, что 4 миллиона будут направлены на ремонт помещения, остальные средства на материально-техническое оборудование. Передачу здания раскритиковал замглавы облсовета Вадим Шкаровский. Он отметил, что помещения на канатные плохо приспособлены для нужд штаба, так как территории и количество помещений очень маленькие. Воно практически не приспособлено, чтобы там разместить військовые частини. Знову, на заседанні керівників фракции были присутні керівники начальника штаба и керівники территориальной обороны. Вони кажут, что для нас достатньо, очень хорошее место на Люздорске, дороге 14. Прекрасное место, где мы разместимось, оно все влаштовывает. Да, оно не так называется, не називайте его совсем никак. Назвите, хай это будет Люздорске, дорога 14, но оно приспособлено. Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий отметил, что на этот период нужно создать штабы мирного периода, особого периода, а также добровольные группы. В них могут вступить все желающие возрастам от 18 до 60 лет. Добровольчі формування можуть бути створені у невеликих населенних пунктах для виконання допоміжних функцій, охорони, спостереження тощо. Вони виконують завдання відповідно військовим керівникам Сил територіальної оборони. Добровольчі формування. Продолжение следует...